МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мотоциклов, тракторов, гигантских карьерных машин, авиалайнеров и космических шаттлов. Все начинается здесь, в Клермон-Ферран, во Франции, на главном мегазаводе «Мишлен». Мегазаводы «Мишлен». Немногим выпадает возможность попасть на завод «Мишлен», чтобы посмотреть, как здесь делают шины. Потому что шины – это серьезный бизнес. Со множеством секретов. Мы много инвестируем в исследования и новые разработки. Свыше 550 миллионов евро в год. Мы увеличили число регистрируемых патентов. За год мы получили их больше 240. Как американец, я бы сказал, что вы в Силиконовой долине шинной промышленности. Финансовые ставки велики. В 2010 году чистая прибыль «Мишлен» перевалила за 17 миллиардов евро. Мы делаем все возможное, чтобы защитить наше конкурентное преимущество. Чтобы быть конкурентноспособными, они нанимают экспертов в более чем 200 областях. Специалистов во всем. От химии до автоматизации. Люди думают, что шина – это нечто очень простое. Берешь кусок резины, закладываешь в форму, запекаешь, и все отлично. Но производство современной шины – это почти как создание ракетных двигателей. Все начинается с объединения резины, стали, и синтетики с превращением их в более чем 200 компонентов. У нас будет несколько слоев. Первый слой предотвращает утечку воздуха из шин. Мы используем особый тип резины. Здесь главное – удержать воздух в шине и не допустить его утечки. на барабан подаются различные материалы, которые тщательно стыкуются. Очень важно правильно резать. Место стыка также очень важно. На шину накатываются ленты, называемые биндолет, которые действуют как полосы мощного промышленного скотча. Они скрепляют все слои друг с другом. Сделать шину круглой очень и очень сложно. Все эти слои должны быть разрезаны и идеально состыкованы. Он использует немного жидкости, чтобы убедиться, что все отлично пристает друг к другу. Здесь вы видите две другие ленты, состоящие из разных материалов, которые станут основой покрышки. И еще несколько лент для защиты определенных областей, где важно сопротивление деформации и нагрузки. Шина должна пройти много тысяч километров. Шины подвергаются нагрузке, просто удерживая вес вашей машины. Эта нагрузка увеличивается, когда вы входите в повороты. Разгоняйтесь. Или резко тормозите. На самом деле, все силы взаимодействия машины и дороги проходят через шину. Самое невероятное заключается в том, насколько шина важна для характеристик машины, хотя многие считают, что это просто черная штука на колесе. Для многих людей это просто черная штука. Любая шина – это четко проработанная в инженерном плане сложная деталь вашего автомобиля. Некоторые могут заставить вас чувствовать, что вы парите. Другие специально созданы, чтобы поднять вас в воздух. Мишлен выпускает множество различных шин. И все они производятся с использованием схожих технологий. Здесь вы можете видеть две полосы, которые будут образовывать то, что мы называем треугольником. Это стальное бортовое кольцо, которое удерживает шину на колесе. Мы используем пневматическое устройство, чтобы возвратить часть шины. Видите? Довольно странно, но на первом этапе производства шины она не круглая, а плоская. Так мы их и делаем. И следим, чтобы все слои как следует соединялись друг с другом. Эти две ленты представляют собой борта покрышки. Понятно? Видите, здесь шина плоская, но потом мы наполним ее воздухом, и вы увидите, как она примет привычную форму. Но сначала еще немного резины. И новые ленты. Мы добавляем необходимые слои резины, но не слишком много. Еще несколько слоев. И дань современности. Штрих-код очень важен для отслеживания, чтобы точно знать, кто произвел эту шину и когда. Чтобы позднее мы могли узнать всю ее историю, за все время прохождения по заводу и в дальнейшем ее использовании. Мы установим ее на вторую машину, чтобы приступить ко второму этапу, созданию внешнего покрытия. Мы работаем над объектом, который куда больше похож на шину, которую вы обычно себе представляете. Одним из ключевых компонентов современной радиальной шины является ее стальной корт. еще небольшие полоски, чтобы убедиться, что шина защищена от нагрузок. Длинный толстый кусок резины помещается на промышленную версию электроплитки, чтобы размягчить его перед нанесением. И здесь у вас на глазах начинает появляться протектор, то, что вы обычно видите на шинах. И мы практически закончим нашу работу, вернув на место борта шины, которые вы уже видели. Они поднимаются по бокам, чтобы можно было нанести внутренние слои. И теперь мы заканчиваем процесс, выгибая борта поверх остальных слоев. Когда надеваешь покрышку на колесо, кажется, что это один сплошной кусок материала. Но нет, это прочное соединение множества различных частей. Чтобы оценить качество шин, направляемся в научно-исследовательский центр «Мишлен», который в плане мер безопасности можно сравнить с тюрьмой. Попасть внутрь исследовательского центра непросто. У вас берут паспорт. И выдают компьютерную карту, чтобы следить за каждым вашим шагом. Даже осматривают автомобиль, прежде чем поднять шлагбаум. Мы очень серьезно настроены относительно защиты наших ноу-хау, наших идей. Здесь работает около 3400 человек. Некоторые проводят испытания на треке. Другие в лаборатории. Это крупнейший научно-исследовательский центр в группе компании «Мишлен». 75% наших инноваций разрабатываются здесь. Мы находимся в здании, где изучается взаимодействие между шинами и автомобилем. «Мишлен». Огромный барабан воспроизводит перемены температуры возникающие из-за трения резины о поверхность дороги. Одними из важнейших являются испытания на безопасность и сопротивляемость износу. И эти тесты мы проводим на машинах. Мы подвергаем шины повышенным нагрузкам, перегреву, различным экстремальным условиям, чтобы убедиться, что они выдержат их. Машина поменьше моделирует нагрузки, которые покрышка испытывает на дороге. «Мишлен». Для нас очень важно понимать, как мы можем подстроить шину, изменить ее материал или конструкцию для оптимизации контакта с дорогой в любых условиях. Познакомьтесь с худшим кошмаром шины. Мы подвергаем ее настоящей пытке. В условиях перегруза, перегрева мы проводим последовательные испытания. Эта машина способна заставить шину закричать от боли. «Мишлен». 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 Субтитры сделал DimaTorzok Шина — идеальный пример инженерного компромисса. Очень легко добиться прогресса в одной группе параметров, и очень сложно добиться этого прогресса, не поступившись показателями в других параметрах. Например, можно улучшить износостойкость шины, завтра мы можем с легкостью удвоить срок ее службы. Но появятся неприемлемые проблемы со сцеплением с дорогой или шумовыми характеристиками. В этой комнате проводятся исключительно шумовые испытания. Шум, издаваемый шинами от контакта с землей, составляет от 50 до 80% общего шума, издаваемого автомобилем. Две мощные двери не дают посторонним звукам попасть в комнату. Шум возникает при прохождении воздуха через протектор. Рисунок протектора образован резиновыми выступами. Они ударяются своими краями о поверхность дороги, что создает мощный шум. Через рисунок протектора проходит большой объем воздуха, возникает вибрация резины, и все это создает то, что мы называем органным шумом. Как в церкви. Они разгоняют автомобиль до максимальной скорости. Специальные акустические материалы, покрывающие стены, не дают звуковым волнам отражаться от них. Единственным звуком остается звук шин. Настало время установить шины на колеса автомобиля. Когда все испытания на машинах проведены, мы выбираем решения, наилучшим образом подходящие для различных областей применения, не забывая о безопасности. Шины устанавливаются на колеса автомобиля для последнего цикла проверок. Это производится здесь, в технологическом центре. На скоростном треке. Участки проверки управляемости на сухой трассе. И различных мокрых треках. 19 различных трасс с протяженностью в общей сложности 41 километр. Это изображение, показывающее, что бы вы увидели, если бы оказались под поверхностью дороги и смотрели вверх на шину. Мы имеем возможность производить точную оценку пятна контакта шины с поверхностью дороги. Пятно контакта — это поверхность земли, которой касается шина. Здесь происходит их взаимодействие. Все происходит на площади размером с вашу ладонь. Вот и вся зона контакта между машиной и дорогой. Скоростная камера под стеклом на трассе делает реальные снимки пятна контакта в действии. Через него проходят все силы, управляющие автомобилем — торможение, разгон. Все происходит через пятно контакта размером с почтовую открытку. Для нас это ключевая лаборатория, потому что контакт между шиной и дорогой — это самое важное. После каждого прохода автомобиля на мониторе появляется изображение с подземной камеры. Результат — реальная картина пятна контакта. Доля секунды, выхваченная для изучения того, что на самом деле происходит между покрышками и поверхностью земли. В день машина проходит над камерой по сто раз. Последняя проверка — давление в шинах. и начинается новое испытание. Но не каждый тест проводится на большой скорости. Этот начинается с 31 километра в час и продолжается до нуля. Эта гонка может буквально изменить будущее шин. Мы находимся на треке, где сегодня проводятся испытания сопротивления качению. Сопротивление качению — это трение шины о поверхность дороги. В этой гонке проигрывает та машина, которая остановится первой. У нас две машины, стоящие рядом. Мы включаем круиз-контроль, задаем скорость 31 километр в час. Я переключаю на нейтральную передачу, глушу двигатель, и мы просто ждём. Для обычного пассажирского автомобиля, например, сопротивление шин качению может поглотить до 20% энергии необходимой машине. Белая машина испытывает новые шины, созданные для снижения сопротивления качению. Вот так, мы остановились. Это серьёзная победа. По сути, один раз из пяти вы заправляете машину топливом лишь для того, чтобы преодолеть это сопротивление, чтобы колёса покатились. А на грузовике это ещё важнее — 30%. Они знают это, потому что устраивают и гонки на грузовиках. Грузовик «Синий Кирилл» и кабины используют покрышки с меньшим сопротивлением качения. Оба водителя включают нейтральную передачу и ждут. Гонка началась. Это убедительная и важная победа. На шину уходит часть энергии. Наша задача — минимизировать эти потери энергии. Мы делаем это путём использования новых материалов с соответствующими характеристиками. При производстве шин «Мишлен» делается ставка на снижение сопротивления качению. Следующий шаг — мы дадим шинам немного отдохнуть. Даже отправим их в особое помещение с контролем температуры, а затем останет последний этап — вулканизация. Вулканизация, затем вновь отдых, последняя проверка, и они готовы. Время и температура в форме зависит от размера изготавляемой шины. Некоторые из них очень большие. Форма состоит из нескольких стальных секторов, на которые гравировкой наносится информация о шине и рисунок протектора, который будет иметь готовая покрышка. «Мишлен» поставляет шины по всему миру. Для всех возможных машин. Процесс одинаков во всем мире. Поэтому шины «Мишлен», изготовленные в Клермон-Ферран во Франции, в Китае, в Северной Америке, обладают абсолютно одинаковым качеством и характеристиками. Лучшие шины «Мишлен» предназначены для одной из самых быстрых серийных машин в мире. «Бугатти Вейрон Суперспорт». Это шины, способные держать максимальную скорость около 400 км в час. Весь процесс изготовления контролируется лазером. Очень точное вращение. Процесс, применяемый «Мишлен» для изготовления шин «Бугатти», несколько отличается от процесса производства обычных шин. В производстве обычных шин задействовано больше машин, обслуживаемых операторами. Здесь используются инновационные технологии. Это намного технологичнее, чем можно подумать. Это шина лайнера «Аэробус». Она способна на невероятные вещи. Интересно то, что здесь есть качество шин для «Носкар» или «Формула-1», потому что эта покрышка должна двигаться со скоростью около 320 км в час при посадке. Ей необходимо выдерживать вес в несколько сотен тонн, потому что она удерживает вес самолёта, пассажиров и груза. И она должна быть способна выдержать перепад температур от минус 45 градусов по Цельсию до плюс 40. Когда самолёт садится, при контакте с землёй происходит невероятное увеличение температуры. Как и все другие шины, она круглая и чёрная. Главное для «Мишлен» — это технические характеристики. С помощью шин можно очень серьёзно улучшить показатели автомобиля. Уезжаем на трассу. Трасса номер один. Её длина — 8 километров. Это трасса для испытаний маневрирования на больших скоростях. Я контролирую скорость автомобиля, скорость поворота очень быстро. Наша скорость сейчас — 230. 240. Хорошо, 250. 250. А теперь я буду перестраиваться из ряда в ряд. Вот так. Смена полосы движения позволяет водителю-испытателю сравнивать один вид шин с другим. Когда я сравниваю два вида шин, я произвожу одинаковые манёвры на одном и том же месте. Подобные манёвры перестроения в реальном мире привели бы к вашему аресту. Мишлен хочет господства в шинной промышленности. Поэтому, когда скоростные машины вступают в состязания с производителями-конкурентами, Мишлен хочет победить. В сфере высокотехнологичных шин в последнее время сильная конкуренция. Требования для скоростных машин крайне специфичны. Однако наработки этих программ затем служат и для обычных автомобилей. Некоторые владельцы обычных автомобилей порой никогда не проверяют давление в шинах. Но здесь это делается перед каждым тестом. Каждая шина разрабатывается для обеспечения максимальных рабочих показателей при определенном давлении. Это испытание на торможении на сухой дороге с идентичными машинами, но разным давлением в шинах. На этом испытании шины серебристой машины накачиваются сильнее, чем нужно. А объем воздуха в шинах темно-серой машины правильный. Расстояние между двумя машинами практически равно длине автомобиля. Это различие может стать определяющим между безопасной аварийной остановкой или катастрофой. На этом испытании создается впечатление, что катастрофа может случиться в любой момент. Следите за задними колесами. Играть можно на треке, но не на дороге. Трасса мокрая. Это шлифованный бетон. Очень скользкая. Грузовик с синей кабиной обут в другие шины, которые лучше подходят для влажных поверхностей. Прямо перед нами первый грузовик, который теряет управление. Его продолжает заносить. Оба водителя поддерживают одни и те же обороты двигателей. Но синий грузовик не скользит. Теперь все очень просто. Если посмотрите на моего коллегу в первом грузовике, ему приходится нелегко, а я могу вести машину одной рукой. Побеждают лучшие покрышки. Видите, мы можем ехать намного быстрее его. На заводе «Мишлен» не приходится ждать дождя для испытания шин в водных условиях. Системы полива способны создать что угодно. От моросящего дождика до ливня. И тогда начинается настоящее безумие. И очень быстро. От суперкаров. до универсалов. Каждой версии шин дают поиграть под дождем, и в грязи. Это гидротрек. Здесь мы оцениваем максимальную скорость, и скорость, на которой машина теряет сцепление с дорогой. Для проведения этого испытания мы увеличиваем скорость автомобиля. Мы начинаем с 40 км в час и увеличиваем ее на 5 км в час каждым кругом. Они разгоняют автомобиль до предела, пока шины не теряют сцепление с поверхностью. Самое сложное при разработке шин для обычных автомобилей в том, что нужно представлять себе все возможные условия. Дождь, лед, удары о бордюрный камень. Следующий водный тест повторяет то, что, вероятно, каждый испытывал на шоссе. Когда вы едете рядом с большим грузовиком во время дождя и внезапно перестаете что-либо видеть. Когда едешь так близко к грузовику, на лобовое стекло автомобиля попадает очень много воды. и очень много воды из-под колес грузовика также попадает в вас на уровни земли. Это очень опасно для автомобиля. Когда вы движетесь по воде, то производите в ней нечто вроде волны. Наша цель — подавить разброс брызг из-под колес грузовика. Просто изменив форму бортов шин, мы можем повлиять на то, сколько воды попадет вам на лобовое стекло. У этого грузовика новые покрышки. А теперь посмотрите, как изменение формы шин оранжевого грузовика превращает волну в легкие брызги. Вы лишь немного поднимаете воду, совсем рядом с землей, не создавая больших брызг. Почему Мишлен тратит время и деньги на создание шин, поднимающих меньше брызг? Причина проста. Наше будущее зависит от конкурентоспособности. Испытания никогда не прекращаются. Мишлен продолжает производить шины. Множество шин. Практически для любого транспорта на колесах. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Дмитрий Полиновский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин